С начала недели сотрудники полиции на территории всего региона проводят ряд профилактических мероприятий по предупреждению мошенничества. Как мы уже сообщали, на днях 60-летний житель Удомли лишился 6 миллионов рублей. Под видом банского сотрудника сообщили, что якобы какие-то проблемы со счетами и необходимо срочно денежные средства перевести на безопасные счета. Соответственно, потерпевший перевел имевшиеся у него накопления, а также на него мошенники оформили несколько крупных кредитов, которые также в дальнейшем потерпевший перевел на счета мошенников. На этой неделе вышел специальный выпуск программы «Тема дня», посвященной борьбе с мошенниками. И вновь эксперты программы разъясняли жителям региона, как не потерять свои деньги и какие данные никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону. Код с обратной стороны, срок действия, держатель карты. Также никогда нельзя сообщать остатки на счетах, которые у вас имеются. Соответственно, все эти несведения есть в наличии банковых сотрудников. Если как только вы слышите такие вопросы, значит, это 100% вам звонят мошенники, и необходимо с ними прекратить разговор. И еще запомните один важный факт. Сотрудники банков, сотрудники полиции никогда не звонят гражданам и не сообщают о том, что необходимо провести какие-то финансовые операции и провести куда-либо денежные средства, которые имеются на счетах граждан. Уважаемые жители региона, не ведитесь на уговоры злодеев. Это тот случай, когда лучше смолчать, прервать разговор, успокоиться и перезвонить, либо прийти в банк. А уж если сказали то, чего нельзя, немедленно звоните в полицию. Денежные счета мошенниками снимаются в течение от 15 минут до нескольких часов. Соответственно, если вы в это время не успеете обратиться, уже не будет никакой возможности у сотрудников полиции предпринять меры по блокировке счетов мошенников и, соответственно, аресте денежных средств, похищенных на этих счетах. Субтитры создавал DimaTorzok